Всем привет и хорошего настроения дорогие единомышленники Давно не был в эфире, приношу искренние извинения Обязательно исправлюсь И сегодняшний наш рассказ будет посвящен Замечательному электропроигрывателю Не электрофону Под романтическим названием Impulse 201 Стерео Вот такой красный потрясающий ящичек Но перед тем как о нем рассказать Хотел бы анонсировать Вот мне принесли на ремонт такой интереснейший аппарат Называется он Называется он по моему Беларусь Радиоприемник Посмотрите какой замечательный в нем динамик Старинный динамик с подмагничиванием То есть у него не постоянный магнит А еще катушка подмагничиванием И на нем же расположен трансформатор Вот он видите Такая вещь Впервые кстати у меня в ремонте вот такой аппарат Установлен на динамик катушкой подмагничиванием И трансформатором выходным Это будет наверное интересно И если мне удастся его починить Я вам о нем подробнее потом расскажу Ну а сейчас давайте собственно перейдем к теме нашего рассказа К теме нашего сегодняшнего обзора Сейчас я поудобнее поставлю Нашу так сказать съемочную аппаратуру И мы с вами сосредоточимся все таки Вот на этом замечательном проигрывателе Электропроигрыватель Не электрофон То есть он не имеет усилителя мощности Вот так вот он выглядит в закрытом виде Посмотрите пожалуйста Очень компактный на самом деле Значит аппарат И в принципе занимающий немного места Я бы рекомендовал этот аппарат Начинающим любителям винила Записи на виниловых пластинках Потому как Как вы понимаете Вот Качество его конечно не на самом высочайшем уровне Воспроизведения Но все необходимые функции он выполняет И очень прост в эксплуатации Значит в использовании Вместе с тем как бы Имеет замечательный тонарм С демпфированием С микролифтом Вот Индикатор с робоскопической настройки Частоты вращения диска Здесь своеобразный двигатель С электронным управлением Вот Имеет Отключаемый автостоп И две скорости вращения 33 и 45 оборотов Комплектовался этот проект Различными типами звукоснимателей Значит Как магнитными Так и пьезокерамическими На данном аппарате Я поставил Китайский Китайский Вот посмотрите Если так сказать видно Неудобно камерой подлезать Вот там красненький торчит Китайский пьезокерамический звукосниматель Что позволило в принципе Использовать его Без какой-либо особой усилительной аппаратуры А всего-навсего Как вы видите У меня для его эксплуатации Предусмотрены вот такие два Компьютерных спикера Специально пошел на блошиный рынок На удельную И купил За 100 рублей Вот эти два спикерочка Конечно качество Сами понимаете Пластмассовое Тут даже что-то типа фазоинвертора Есть Причем такого Реального Не заглушенная А именно внутрь корпуса Входит Вот Скажем так Для первого знакомства С виниловой Скажем Звукозаписью Этот аппарат Мне кажется Оптимально бы Подошел Ну а мы с вами Как всегда Обратимся к замечательному сайту Валерия Харченко Отечественная радиотехника 20 века Для того чтобы получить Основные первичные сведения Об этом проигрывателе Вот так выглядит На сайте Харченко Страничка посвященная Этому аппарату И я вам сейчас Коротко зачитаю То что Валерий Собственно говоря Нам про этот аппарат Пишет В своем замечательном Сайте энциклопедии Итак Электропроигрыватель Импульс 201 Стерео С 1982 года Выпускал Ярославский радиозавод Электропроигрыватель Второй группы сложности Импульс 201 Стерео Предназначен для воспроизведения Моно и стереофонических Грампластинок В комплекте С бытовой радиоаппаратурой Но это имеется ввиду Его можно либо к усилителю подключать Либо к какому-либо аппарату Имеющему Линейный вход Магнитофон Там может быть использован В общем-то Проигрыватель другой Радиоприемник С линейным входом В общем все Что имеет Скажем так Усиливающий вход Аппарат Комплектуется Звукоснимателем ГЗК-208 Это пьезокерамическим Или ГЗМ-103 При этом Диапазон частот Звука Различный И составляет При пьезокерамическом От 40 Гц До 12,5 Килогерц И Значит При магнитном Звукоснимателе От 31 Гц До 16 Килогерц То в принципе Тянуло тогда В те годы Уже 82 год Почти на первый класс Впрочем Ставились и другие Звукосниматели Ну вы понимаете Прекрасно Что если использовать Магнитный звукосниматель То соответственно Должен быть Обязательно усилитель Который рассчитан На вход С магнитного Звукоснимателя Там ничтожные Митивольты Микровольты Значит Милливольт Извините Поэтому Соответствующий Усилок Если же мы Используем Пьезо То мы Прямо напрямую Можем на эти колонки В общем-то Звук и подавать На компьютерные Спикеры Со встроенным усилителем Прижимная сила Звукоснимателя Различная И составляет 40 и 15 Микро Генри Соответственно Господи Не микро Генри Микро Ньютонов Соответственно Что влияет На износ Граммпластинок То есть При пьезокерамическом Он соответственно Изнашивается больше Но вот в данном случае Пьезик Стоит китайский Он достаточно легкий На пластинку Практически не давит Я замерял Прижимную силу Получается Как у магнитного Поэтому В данном случае Как бы он Не портит Пласты Видимо потому Что вот Китайский Все-таки полегче Значит Электропроверирователь Имеет Две скорости Вращения диска 33,33 И 45,11 Оборотов в минуту В электропроверирователе Имеется устройство Подстройки частоты Вращения диска Вот здесь Тробоскопик Электропроверирователь Питается от сети 220 вольт Потребляемая мощность 15 ватт Габариты Электропроверателя 370 на 300 На 120 миллиметров Его масса Не превышает 5 килограммов Да Он довольно легкий Значит Ну и на всякий случай Покажу вам Как он выглядит внутри Сейчас Секундочку Включим Глянем Так вот Таким образом Скомпонована Вся его Нехитрая На мой взгляд Схема Там в общем-то Управление двигателем И собственно говоря Больше ничего Хотя вот я думаю А вот смотрите У меня вот такого не было По-моему Вот такой вот аппаратик Видите В коробочке Это как раз Предварительный усилитель Значит Для магнитного Звукоснимателя Мой видимо Предназначался Для пьезокерамического Потому что Такого усилка Я в нем не нашел Вот Ну и вот видите Вот такого плана Двигатель Как бы С электронным управлением Все достаточно просто Но у него достаточно Серьезный тонарм С подстройками Противовеса С подстройками Скатывающей силы Что в принципе Не характерно Для проигрывателей Такого класса Ну Применялись Но не у всех Вот ручка Подстройки частоты Вращения диска Вот микролифт Кстати он такой Очень хорошо работающий И даже по-моему Загустела вот эта Смазочка Потому что Он очень медленно Опускается Я тут даже стараюсь Его на полную Не поднимать Вот И автостоп Отключаемый Герконовый И переключатель скоростей 33 и 45 оборотов в минуту Когда он закрыт Как вы видите Он вполне компактен Вот такой вот Легонький Красненький И мне нравится Очень его внешний вид Очень нравится Такой Зализанный Для 82 года Вообще модерновый Вот Модерновый аппарат Ну и логотип завода Вот здесь Изготовителя На крышечке У нас обозначен Достался он мне на рынке На удельной Когда-то я его купил За 500 по-моему рублей У него была отломана Полностью крышка Я не стал тут Так сказать Извращаться Поставил на нее Две петельки Латуниевые сзади Теперь крышка у него Нормально функционирует Ну а мы с вами Давайте что-нибудь послушаем На этом замечательном аппарате Вот У меня сейчас стоит Пластинка Владимира Высоцкого Так сказать Диск Миньон Вот Песни Надежда И еще не вечер Ансамбль Мелодия Ну я не знаю Забанят или нет Сеть включается Вот Нажатием на вот эту клавишу Сразу загорается Видите Огонек подсветки Стробоскопа Вот что мне Не очень нравится в нем Это медленно разгоняется диск Мне даже Порой приходилось Помогать ему рукой Чтобы он раскрутился За нужного Так сказать Оборота Так Немножечко приподнимем микролифт Выставим Так Давайте мы сначала Его запустим все-таки Так Пуск Вот видите Нажимаю пуск И он еле-еле Начинает вращаться Почему Не пойму Если же его Немножко придать Ускорение Так Сейчас Вот сейчас Он крутится В принципе нормально То есть Меточки стоят Я уже подстроил И они даже практически Не бегут Что тут мне нравится Ну Почистим пластиночку Немножко Сентрщеткой Вот сразу Метки побежали Да Вот и опять Диск останавливается Снова надо дать ему Немножко ускорения С этим буду разбираться Не знаю почему так Но как только Он набирает Нужную ему скорость То скорость Он уже держит четко Метки не бегут Вот они встали И четко стоят на месте Ну что ж Теперь мы включим Нашу акустику Так называемую И попробуем Что-либо на нем Прослушать Так Вот видите Здесь на Тонарме Имеется Компенсатор Скатывающей силы И компенсатор Силы прижимной Я настроил Его на этот Звукосниматель И в принципе Достаточно Хорошо Он работает Так Чуть приподнимем Легкая Легкая Головочка И Поэтому Прижим Минимальный Сейчас Извините Хочу Выставить На начало Давайте Послушаем Вот Смотрите Как медленно Опускается Вообще просто За качество Звука Конечно Прошу Извините Ну вот Исчезла Трож В руках Теперь Наверх Ну вот Зорвался В пропасть Страх Навек Навек Для остановки Нет причин Иду Скользя И в мире Нет таких Вершин Что взять Нельзя Среди Нехоженных Путей Один Пусть Мой Среди Невзятых Рубежей Один Один За мной А именно Тех Кто здесь Лег Снега Стоят Среди Нехоженных Дорог Одна Моя Здесь Голубым Сияньем Льдом Весь Склон Аплей И тайну Чьих Небудь Следов Гранит Храни И я Гляшу В свою Мечту Поверх Голов И свято Верю В чистоту Снегов И слов И пусть Пройдет Немалый Срок Мне Не Забыть Как Здесь Сомнение Я смог В себе Убить Убить В тот День Шептала Мне Вода Удач Всегда А день Какой Был День Тогда Ах Да Среда Давайте Попробуем Как Сработает Автостоп На этом Аппарате Сейчас Я переставлю Звукосниматель На Самый Так сказать Последние Дорожки Этого Диска Последней Песни И посмотрим Как он Сработает Автостоп Как я уже Герконовый Поэтому Я думаю Мы сейчас Все это Должны Увидеть Так Вот Пошла Оп И пластиночка Просто Затормозилась Ну Конечно Никакого Возврата Тонарма Здесь Не осуществляется Как вы Понимаете То есть На базу Мы его Возвращаем Вручную Диск Достаточно Такой Массивный Инерционный И вращение Достаточно Легкое То есть Автостоп Сработал Он еще Долго Замедляется Так Как медленно Опускается Микролифт Если Поднять Поставить На опускание Вот Это Он Опускается Загустела Видимо Вот Эта Смазка 2000 И 2000 ПМС Она Называется 2000 Но Это Даже Хорошо Лучше Такой Микролифт Чем Как Бо Его Отсутствие Или Быстро Падающий Этот Проигрыватель С пластинками Вращается Очень Бережно Получается Вот Ну Давайте Поставим Просто Хочу вам Показать Что Помимо Так Сказать Вот Этих Дисков Миньонов Сюда Можно Поставить Нормальный Диск Гигант Вот Возьмем Что Нибудь Из Гигантов Стиви Уандера Допустим Стиви Уандер Ну За Это Конечно Забанят Поэтому Я включу Буквально На Секунду Вот Видите Вполне Правда С таким Диском Гигантом Крышку Уже Не Закрыть Вот Но Тем Не Менее Все Функционально Давайте На серединку Диска Просто Поставим И Буквально Секунду Его Послушаем Так Пуск Нажимаем Пуск Опять Видите Медленно Надо Посмотреть Может Быть Даже Не Могу Сказать Из-за Чего Так Медленно Он Раскручивается Вот Сейчас Он 33 Оборотов Достиг Вот И Пожалуйста Диск Гигант Мы Слушаем Вполне Свободно Ну Вот Так Звучит На нем Диск Гигант Давайте Вот Так Сделаем Сработает Автостоп Я Надеюсь Нет Не срабатывает Сработал Ну И Хотел Еще На нем Включить 45 Оборотную Пластинку Поскольку Проиграть Лето Допускает Вот Возьмем Что-то Из присланного Нам Нашим Другом Дмитрием Воксоном Из Нью-Йорка Тиффани Айсинкве Алоу Ноу Так Очень хорошо Почти По-английски Так Давайте Поставим Центр Щетку Потому Что Эти Диски Все Америкосные Они Вот Такие Как Вы Видите С Большим Отверстием И Буквально Секунду Так же Послушаем Тиффани Для Этого Мы Переключаемся На 45 Оборотов Вот Этой Кнопочкой Нажимаем Снова Так Пуск Нажимаем Со Второго Нажать Ну Смотрите Еле Начинает Зертеться Вот Тут Уже Соответственно Для 45 Оборотов Здесь Стробоскопической Дорожки Почему То Нет Поэтому Будем Надеяться Что Сейчас Он Вертится На 45 Оборотах Потому Что 33 Здесь Не Катит Видите Бежит Не знаю Что Стоило Нанести Еще Одну Дорожку Да Эта Лампа Бы Как Бо Нам Показывала Скорость Вращения На 45 Но Увы Этого Нет Берем Наш Тонарм Немножечко Его Попал Не Попал Не Попал Вот Так Кстати Донарм Перемещается По такой Подрезиненной По Подставке И Его Ставить Гораздо Удобнее Чем На Других Проигрыв Для Дешевого Класса Микролист Продолжение следует... Продолжение следует... Ну Наверное Достаточно Для того Чтобы Нас Забанили Поэтому Нажимаем Стоп Его Можно Также Стопом Остановить И Снимем Этот Диск Я Не Уверен Прав Там Тиффани White Сайт Ничего Это Подобного Диск Что Лик Конвер Перепутан Wild Сайт Она Не Она По Моему Какая Это Запуточка Ну ладно То Что Услышали То Услышали Главное Мы С вами Так Сказать Видим Что Этот Аппарат Работает На Всех Оборотах Так А почему Он Не Остановился Я Теперь Останавливается Ну Что Я Был Рад Я Был Рад Друзья Познакомить Вас С Этим Замечательным Аппаратом Вот Который Мне В принципе Очень Понравился И Я Думаю Вы Тоже К нему Должны Теплые Чувства Вот Такой Неплохой Импульс 201 Был Сегодня Представлен В нашем Обзоре А я Со всеми Прощаюсь Желаю Всем Всего Наилучшего И самое Главное Хорошее Настроение Привет Привет Оставайтесь В канале Всегда С вами Сергей Пока